Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала! Сегодня просто замечательная погода! Хочу с вами сегодня поговорить об очень важных делах, не менее значимых, чем хорошая погода. Наслаждайтесь просмотром прекрасного солнечного дня и информацией, полученной от меня. Так что давайте просто пообщаемся. Мне очень интересно с вами поговорить. Напишите, пожалуйста, что-нибудь в комментариях. А то у меня слишком очень мало их. Мне действительно очень хочется познакомиться с каждым из вас. Ведь все мы люди. И кому-то что-то очень хочется. Мне вот, например, хочется общения. А уж какие у вас желания? Я не знаю. Но в любом случае, можно стараться, чтобы вы получили все самое лучшее в моем канале. Итак, начинаем. Я буду говорить за кадром. А снимать буду, как у нас сейчас красиво во дворе. Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Как я вам и обещала, буду показывать вам, как у нас сегодня хорошо и замечательно во дворе. Вопрос у нас сегодня вполне серьезный разговор. Давайте проговорим о правах и свободах на ютубе. Об их правилах. Это очень важно. Уверена, что рано или поздно кто-то что-то совершает. Что-то мелкое. И им предупреждения всякие присылают. А есть и более серьезные, конечно, нарушения. Но в любом случае, эти правила надо знать. Всем известно, что нельзя выкладывать видео на чужие каналы без разрешения автора. То есть сначала нужно получить разрешение, чтобы показать на своем канале чужое видео, получив разрешение. Это очень просто. Пишите там. Я хочу вот у вас взять вот это видео. Скачайте и выложите на своем канале. Но обязательно не забывайте никогда. Надо давать ссылку на полное видео и автора. Где вы это взяли. И это обязательно нужно сделать. Также важно помнить, что нельзя оскорблять, унижать, материться в адрес любого человека. Это тоже чревато осложнениями. Вплоть до удаления канала. Даже особая форма – это уголовно наказуемое преступление. За любые высказывания вы должны нести полную ответственность. Думаю, все это знают прекрасно. И никогда себе такого не позволят. Даже нельзя ни к чему призывать других людей делать. Что-то требовать. Если нет никаких доказательств вины другого человека, вообще без доказательств никого нельзя обвинять. А если у вас есть наказательства, вы всегда можете пожаловаться. Вначале вы обращаетесь к тому, кто оскорбил. Даете ему время на исправление. Если он этого не делает в течение недели, вы можете смело оформлять заявку на ютубе по каким-либо нарушениям. Так что правила есть правила. Их всегда нужно соблюдать. Там, где заканчивается ваша свобода, начинается права другого человека. Не забывайте, что у всех есть права. И даже если вам лично человек неприятен, вы не имеете никакого права оскорблять его прилюдно. Вы можете высказать ему это лично, сказать, что вы о нём думаете. Написать ему письмо. Но никогда, ни при каких обстоятельствах, нельзя вот так себя вести. При всех. Вы всегда можете отстаивать свои права в суде. Это разрешено везде. В любой стране. А так, конечно, мы все хотим, чтобы всё было хорошо. Чтобы не было никаких претензий друг к другу. Не было домыслов, высказываний, обид, криков и упрёков. Свою адресу. И в адресах ваших родных и близких людей. Так лучше всегда иметь возможность перемириться и жить в мире и согласии. Друг с другом. Вот посмотрите, как всё-таки красиво на улице. Каждый делает своё дело. Каждый говорит, что ему хочется. Каждый высказывает своё мнение. Это или несчастье. Это вообще потрясающе. Вот она, свобода слова. Без оскорблений. Без нанежений. Всегда, конечно, найдутся личности, которые вам лично неприятны. Вы, конечно, можете рассказать о них, не называя конкретные имена. Рассказывая его как рассказ о человеке. Но никогда не показывайте вашу переписку с ним. Это уже личное. Всё, что касается писем, электронных сообщений, смс-ок, без разрешения автора, никто не имеет права это опубликовывать. Прилюдно. Это можно только предъявлять при обвинении конкретного человека в судье. Как доказательство. А так, вы всегда можете остаться при своём мнении. Всегда. Это тоже свобода. Слово. Вы открыто можете высказать своё личное мнение о конкретной ситуации. Что вам не нравится. Чего вы напиваетесь. Но вы не можете говорить с утверждением, что так думают и другие люди. Потому что вы не знаете это наверняка. Может, у людей совершенно другая точка зрения. Вы можете только спросить у них, действительно ли они согласны с вами. Вместе мы сила. Это бесспорно. Я так рада этому, что много людей придерживаются какой-то одной идеи. Каких-либо нравственных ценностей. Любви к разным людям, стоящим у власти. И ненавидящие при этом других людей, которые тоже у власти. Но они также имеют свои права и свободы. Так что, рано или поздно, это всё равно чем-то закончится. Мы все живём в правах и государствах. И правда всегда выйдет наружу. Как бы её тщательно не скрывали. Желаю, чтобы правда восторжествовала. Чтобы люди всего мира узнали всё, что они хотят узнать. И чтобы не было никаких претензий друг к другу и обид. Чтобы всё было хорошо. И чтобы все люди просто ездили друг к другу в гости. Не задумываясь, кто на какой стороне. А просто жили, любили и в гости ходили. И как говорится разными словами, религии много. Но Бог один. И Он с разными именами. Все мы равны. И все мы земляне. До новых встреч, друзья. Не забываем подписываться. И жать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки. И пишите комментарии. До новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok